Меня зовут Мишкова Анна, я визажист и бровист. Сегодняшнее выступление, первое выступление на такую большую аудиторию для меня, поэтому я немного волнуюсь и нуждаюсь в вашей жизни. Моё знакомство с компанией Ariflame началось этой весной, когда я участвовала в конкурсе визажистов. И именно тогда мне посчастливилось попробовать на себе и на своих моделях косметику этой фирмы. Поэтому сегодня я хочу с гордостью вам представить новую линейку декоративной косметики Ariflame On Color. В современном мегаполисе, его диком ритме и постоянной серой рутине очень тяжело оставаться яркой и независимой девушкой. Но в наших руках есть одна волшебная палочка – это макияж. Поэтому каждый из нас может почувствовать себя настоящей волшебницей. Это простое средство поможет не только преобразить себя, но и мир вокруг нас, добавив всего лишь ярких красок. Все мы разные. Однако все мы хотим одного – чтобы наш макияж был эффективный, чтобы он занимал как можно меньше времени, был разнообразным, просто нанесений, и, что немаловажно, был доступен каждый из нас. Именно в этом компания Ariflame помогает нам и дает нам новую косметику – On Color. Именно в этой линейке представлены те средства, которые помогут раскрыть нашу индивидуальность и показать нашу незабываемую красоту. 24 новых продукта, 124 ярких оттенков. От одного количества помад может просто скружиться голова. 17 абсолютно новых оттенков. И абсолютно новый дизайн. Очень удобно, если честно. В сумочке точно ничего не откроется, ничего не испачкается. Но это все число. Сейчас я хочу показать вам свою и дать свою энергию, которую я получаю, когда пользуюсь этой косметикой. С точки профессионала, правда, со своей точки профессионализма, я могу вам точно сказать, если косметика яркая, это не означает, что она для особого случая. Быть яркой можно каждый день. Ведь каждый момент особен по-своему. Мы дарим в этот мир свою уникальность и индивидуальность. А компания Reflame и новая декоративная линейка нам в этом помогают. Сейчас я хочу рассказать о небольших лайфхаках, которые помогут преобразить нас и добавить яркие акценты в наш макияж. При помощи линейки OnColor. И первый такой лайфхак будет посвящен нашим губам. Все мы хотя бы раз пользовались яркими помадами. И, скорее всего, вы сталкивались с тем, что зачастую объем наших губ становится меньше. Но не стоит выкидывать свои помады. Пользуемся дальше. Вам нужен всего один миллиметр. Один миллиметр выше контура губы на верхней губе. И ваши объемы снова вернутся. Губы станут, как у Анжелины Джори. Не меньше. Следующий лайфхак я хочу посвятить самому неоднозначному продукту из этой линейки. Цветной туши. Некоторые боятся и относятся с опаской к этому продукту. Однако не стоит. И я уверена, что после этого лайфхака скорее всего вы положите его в свою косметичку. Цветная тушь уникально подчеркнет ваш цвет глаз. Прокрасив всего лишь нижние ресницы. Также можно добавить цветной карандаш на слизистую. Допустим, как у меня сейчас. И ваш цвет глаз преобразится. Он станет либо более зеленым, если вы прокрасите это зеленым карандашом, либо более красным, если вы возьмете карандаш для губ. И это будет тоже круто смотреться. Ведь в этом сезоне модно монопродукты. То есть продукты, которым можно сделать почти весь макияж. Таким же продуктом являются румяна. Лайфхак которых я хочу вам сейчас тоже рассказать. Очень важно то, как мы наносим румяна. Неправильное нанесение, неправильное место выбора румян может показать наше покраснение или сделать кожу более, знаете, более неровной, раздражительной. Поэтому здесь очень важна точка. Многие наносят румяна на зону улыбки. Однако все мы разные, улыбаемся все по-разному. Кто-то во все 32 зуба, а кто-то скромный улыбкой о наклоне. Поэтому, как представлено на картинке 3, нам нужна точка румян. А именно, это пересечение от уголка глаза, внешнего уголка глаза и крыла носа. Именно здесь мы ставим нашу кисточку и оттушевываем линию по диагонали. Именно по диагонали. Так как мы приподнимаем наше лицо, наши линии приподнимаются и становимся моложе, ярче и интереснее. Также, так как это монопродукт, тени можно и нужно использовать как... Румяну можно использовать как тени. Уже проговорилось. Причем наносить можно просто пальчиком. Это будет смотреться очень интересно и нежно. Это допустимо в дневном макияже, если мы хотим по-быстрому собраться и просто припечатываем тени и бежим. Также, третий способ нанесения румян, он самый необычный, это мой личный секрет. Если вы не любите яркие помады или пользоваться блесками, но при этом ваш губ немного тусклый, и вы хотите как-то его подчеркнуть, также можно воспользоваться румяной. Просто припудрить немного губы. И наш цвет будет более розовым, более ярким, но при этом совершенно невесомым на губах. Я надеюсь, мои советы были полезными, и вы обязательно воспользуетесь ими. Я хочу побеждать компанию Алифе за то, что дали мне возможность поделиться своими впечатлениями об этой продукции и за то, что дали принять участие в мероприятии такого масштаба.